После того, как я записал ролик о традиции, поступило несколько критических замечаний. Они сводились к тому, что, в общем-то, чё бухтеть-то, ну, все так делают. У всех комплектующие из Китая. Мне эта мысль кажется немного странной, но допускаю, что оправдывать собственное позорище можно за счёт других. А никто даже такой был, мол, Волочка, зачем ты дерьмо жрёшь, Марья Ивановна, а Серёжа так, но разбил. Тем не менее, я не хочу быть несправедливым, действительно, идеальных часов не так много. Недавно я показывал вам Славу за 88 тысяч рублей, где от цифры к цифре тянется нить расплавленного пластика. Потом я, честно, показал вам Альпину из ломбарда за 20 тысяч, где ситуация зеркальная. Давайте пойдём дальше и посмотрим тогда уж на стрелки разных часов под микроскопом, чтобы Слава традиции не выглядела так уж одиноко. Мы возьмём несколько гарантированно китайских часов. Возьмём часы, которые собираются в Китае, возьмём российские часы, у которых можем предположить китайские комплектующие, и попробуем понять, насколько всё плохо. Начну я с того, что отвечу заранее на главный вопрос. Неужели Слава делает как все, или все делают как Слава? Нет. Слава делает хуже всё-таки. И если в лимитках я допускаю, что совершенно иной уровень, то современная китайская традиция, ну, как бы совсем бедова. Вот обрезка стрелок у кварцевой модели телевизор, которую списали с глазью. Ты да, такое ощущение, что люди ногти стригли, а заодно и стрелки обрабатывали. Сти маникюр за усенщиками. Косяки на стрелках в такой ценовой категории не редкость. Вот, например, стрелки немецких часов. Ну, а по факту это китайская дочка Адриатики, Пиро и Кои. Да, какие-то пятна, точки, пожалуйста. Стоимость на момент покупки около двух с половиной тысяч. А камень. Механика за пять тысяч рублей с русским календарём, кстати, как у Славы. Так выглядят её стрелки. И тоже, как вы можете видеть, не без греха. Это не идеальная полировка. Точки, царапинки присутствуют. Так выглядят стрелки дешёвых Casio, сборка которых считается китайской. Это те самые часы с полным днём дугой. И, кстати, вполне сносно они выглядят. Почти без артефактов. Сто процентов китайской скмей. Регулятор механика за две тысячи рублей. Основная стрелка вполне неплохая. А вот с меленькими сильно подкачали. Видно, что они серьёзно изувечены. Ещё одни российские часы из Китая. Роксер. Которые тоже поставляются с русскоязычным календарём. Секундная стрелка тут ужасная. Видимо, вдохновлялись лицом, на котором давили прыщи. А вот часовая и минутная довольно гладенькие. Стрелки у ЧЗ под микроскопом тоже в царапинах. Они, может, и не выглядят, как стрелки, по которым прошлись наждачкой. Но, что есть, то есть. Вот так выглядят стрелки Avi8. И это, вероятно, то самое браширование, которое упоминалось в комментариях. Так что тут особо ничего заметить невозможно. Также обработаны стрелки в модели Ernshow. Одна фабрика. Ничего удивительного. Вот стрелки у Диагана. Уж вроде как точно установлено, что Китай самый настоящий. Понятно, что не шибко справедливо сравнивать обычный металл и металл со светонакопителем. Но уж извините, другого Диагана у меня пока нет. Из абсолютного Китая пантер. И в целом терпимо. Ну и, конечно, элитарная Сига. И да, тут тоже не все эталонно. Так что, с одной стороны, конечно, китайцы виноваты в том, что у нас российские часы такие. Мы-то ни при чем. Но и признаем, что все же делать стрелки лучше, чем стрелки для моделей традиция, они тоже умеют. В общем-то, даже подделка востока командирских здесь скорее как пример выигрышный. Хотя это 250 рублей. В финале, чтобы уж совсем не возникало никаких сомнений, я приглашаю вас в часовой бутик. Смешные цены. И мы посмотрим на стрелки часов Rolex. И, господи, я не понимаю, как вышло так, что мы часами за 300 рублей пытаемся оправдать продукцию экс-второго МЧЗ со 100-летней историей. И да, стрелки за 300 рублей действительно выглядят лучше. Подписывайтесь. До скорого.